Десятая школа? Нет, не помним, не знаем, скажут сегодня многие из подрастающего поколения в Первомайском микрорайоне. А ведь была такая. На экране кадры последнего дня знаний, который был проведен в школе номер 10. Это было 1 сентября 2008 года. Это был последний учебный год для школьников в этих стенах. Следующий день знаний большая часть из них отметила в школе номер 14 города Слободского, а десятая была закрыта. Решение это давалось нелегко, но состоялось. Чтобы хоть как-то снять социальную напряженность, власти решили компенсировать проезд учащимся от Первомайского до 14-й школы. Были установлены дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации для обеспечения проезда на общественном транспорте обучающихся 5-11 классов. Школу номер 14, проживающих на территории Первомайского микрорайона города Слободского, вообще образовательную организацию и обратно. Данное решение было принято в период реорганизации школы номер 10 путем присоединения к школе номер 14. На момент реорганизации в 10-й школе, которая была рассчитана на 400 детей, обучалось лишь 178. Более 200 уже тогда ездили учиться в другие школы города, и в этом случае родители самостоятельно оплачивали проезд. Администрация в то время взяла обязательства перед родителями почти сотни учащихся. В 2016-м эти дети закончили 14-ю школу. Настало время других решений. При рассмотрении вопроса о подготовке проекта бюджета города на 2019 год на постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам муниципальной собственности от 10 октября 2018 года В связи с дефицитом бюджета города на 2019 год было принято решение об исключении из бюджета города расходов на предоставление компенсации на проезд обучающимся в школу номер 14. Ежегодно на эту меру соцподдержки бюджет тратил более полумиллиона рублей. В 2018-м эта сумма составляет 571 тысячу. Администрация указывает также, что подобная льгота предусмотрена и из областного бюджета. Вместе с тем, мера социальной поддержки на проезд обучающихся 5-11 классов имеется также на региональном уровне и оплачивается за счет средств областного бюджета. Вот из 94 учащихся 31 человек уже получают меры социальной поддержки из регионального бюджета. Отменять или не отменять компенсацию проезда первомайцам, обучающимся в 14-й школе. Мнения разделились. Прималуха сделали, родители уговорили, что вот оплачивать будем и прочие там автобусы. Уважаемые, теперь что, время прошло, теперь можно кинуть и остальных родителей. Значит, оплачивать не будем? Я считаю, совершенно неправильно. Как я уже высказывался на комиссии, я против данного вопроса в связи с тем, что, наверное, не от хорошей жизни. У нас 185 детей ездят в 14-ю школу. Все равно какие-то трудности финансовые, возможно, у родителей есть. Вот 170 детей выбрали другую школу, значит, у них есть возможность дать ребенку на проезд туда-обратно. У некоторых не по одному ребенку, по два, по три. И каждому давать это довольно существенно ударит по карману. Так невзначай 14-й школе досталось от депутатов за качество образования. Но сути вопроса это не меняет. В период реорганизации эту школу особо не спрашивали, хочет она принять детей из 10-й или нет. Она должна была это сделать по решению местной власти. И она это сделала. Выслушали директора 14-й и на этот раз. Только не идти же ему против предложения администрации. В соответствии с законом об образовании, каждый родитель имеет право выбрать школу. Поэтому принудительного, что ли, здесь ничего не было. Поэтому любой родитель, будь то Первомайского микрорайона, будь то района улицы Первомайской, выбирает школу сам. И пишет заявление сам. И соглашается на те условия, которые в школе созданы. Деньги город тратит немаленькие. Также родители других детей, которые ездят, например, в гимназию, в лицей, с улицы Первомайской, со стеклозавода, могут задавать вопрос в Думе, а почему нам не оплачивать проезд? Мы хотим учиться в этой школе. Поэтому в какой-то мере мы создаем равные условия для всех детей абсолютно. За отмену компенсации проезда для Первомайцев со следующего года проголосовало 13 депутатов. Двое были против, один воздержался. Отметим, что 91 учащийся начального звена из Первомайского до 14-й школы и обратно добирается бесплатно на школьном автобусе. Это по три рейса утром и вечером. Данная услуга оплачивается из городского бюджета. Школьный автобус продолжит курсировать до Первомайского и обратно и в следующем году. Продолжение следует...